Марат М. Наш подписчик спрашивает, что скажете о событиях на Ближнем Востоке и как они отразятся на России и специальной военной операции? Ну, речь, собственно, идет о внезапно вспыхнувшей войне, которая началась между государством Израиль и Палестиной вчера. Вчера, в день 50-летия войны судного дня, которая случилась в 1973 году и тоже была большой неожиданностью для Израиля. И сейчас, значит, палестинцы неожиданно напали с моря, с воздуха, с земли на Израиль и действительно там творятся страшные вещи. Ну, по последним данным, которые я прямо перед стримом смотрел, уже свыше тысячи погибших с обоих сторон, несколько тысяч, 3-4 тысячи раненых, колоссальные разрушения. Часть территории, приграничные с сектором газа, захвачена боевиками Хамас. И вот такая история. Я бывал в свое время и в Израиле, и в Палестине, и в секторе газа, и видел своими глазами, и беседовал там с людьми. И вот тогда я пришел к одному такому важному выводу на практике из общения с людьми, из того, что я видел там, что обе стороны непримиримо, не согласны с существованием противоположных. То есть что израильтяне, что палестинцы, они считают невозможным сосуществование на одной территории, вот на этой клочке земли вместе со своими оппонентами. Обе стороны готовы уничтожить противоположную сторону всеми возможными способами. Сегодня и вчера по территории Израиля было выпущено более 5 тысяч ракет со стороны сектора газа. В ответ Израиль нанес удары по жилым кварталам в Назарете и в населенных пунктах Палестины. В общем, это абсолютно синхронная и абсолютно симметричная ненависть, которая существует у этих двух народов друг к другу, сконцентрированная на этом клочке земли. Но проблема на самом деле шире, в том смысле, что это не проблема конкретно только Израиля и Палестины, это проблема двух цивилизационных подходов. Это проблема Запада и Востока, это проблема значительно больше по масштабам, чем всего лишь там Израиль, который чуть не в 4 раза меньше, чем Башкирия по территории. И я думаю, что это серьезным образом отразится как на ситуации в мире в целом, так и на России, потому что Россия в стороне от этого точно не останется. Мы помним, как представители террористической организации Хамас, признанной экстремистски запрещенной во всем мире, спокойно приезжали в Москву, жили в метрополе, их встречали высокие чиновники России в Кремле и прочее, прочее, прочее. То есть, там и Хазбалла, которая находится в Ливане и тоже никакой особой любви к Израилю не испытывает, тут и Хамас, который напал на Израиль со стороны Палестины и сектора Газа. Так что мы точно в стороне не останемся, на чьей мы будем в стороне непонятно, потому что, ну скажем, Иран уже четко высказал свою поддержку действиям палестинских террористов. Там понятно, Европа, Америка поддерживают Израиль, там значит и прочее. На чьей стороне будем мы, я не знаю. Но что-то мне подсказывает, что мы будем на той стороне, которая против наших недругов. Ну, значит, мы, вероятно, поддержим вот эту вот историю с вторжением палестинских боевиков на территории Израиля. Не знаю, но знаю точно, что это вот таким образом, значит, срезонирует. А вот каким образом это отразится на специальной военной операции, но технически и военном плане это, наверное, не отразится никак. А вот с точки зрения внимания к ситуации на Украине и конфликту между Украиной и Россией, конечно, это может сказаться. В том плане, что некоторая часть внимания мирового сообщества и интереса к ситуации, конечно, сместится в сторону тех военных действий, которые происходят в Израиле. И, ну, в определенном смысле будет потерян интерес к событиям на Украине. Так что, ну, каким-то образом это точно немножко перекосит эту ситуацию. Ну, в ближайшее время это поймем и почувствуем. Ну, а самое главное, что мы в ближайшее время должны понять, насколько, ну, технически и в военном плане Израиль был готов к такому нападению, насколько хватит ресурсов у палестинцев развивать вот тот успех, который их постиг вчера, потому что они захватили там достаточно большие территории и даже целые населенные пункты на границе. Ну, посмотрим. Так что, да, этот конфликт, он длится 75 лет. Он абсолютно нерезрешим, на мой взгляд, потому что обе стороны выдвигают претензии к своим религиозным святыням, которые находятся в одном и том же месте в Иерусалиме. Там на двух квадратных километрах находится Стена Плача, Мечеть Аль-Акса и Гроб Господень Иисуса Христа. Вот все. Ну, то есть, и все это сконцентрировано буквально вот на одном пятачке земли. Все претенденты, все желающие заявляют о единственном своем праве на обладание вот этой всей территории. Так что разрешение, никакого мирного разрешения конфликта здесь невозможно. Есть только затухание этой войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok